Первая ночная тревога, строевая, физическая подготовка и строгие правила, к которым нужно привыкать. Со всем этим пришлось столкнуться Антону Скиба. Два года назад парня призвали в армию. Поначалу, как и другим новобранцам, ему было нелегко. Но со временем непонимание и испуг сменились на спокойствие и энтузиазм. Правда, такое умиротворение длилось недолго. Случай разделил жизнь на до и после. При смене караула сослуживцу стало плохо. И у него, я даже не знаю, как это получилось, но он упал просто в, даже не знаю, как сказать, вспоминаю, тоже не по себе. Аполитический припадок, и я услышал это, зашел, открываю дверь. Были страшные эмоции все равно, потому что я первый раз это вижу. Просто глаза закатались, и он просто синеет, язык проглотился, дыхается. Я один, я не знаю, что делать. Первое, что я помню, сообщить дежурному обеспечивающему. Ну, я побежал, сообщил, доложил все как надо. И там уже начали принимать меры. Пытаться вытащить язык, чтобы он не вздохнулся. Ну, было, конечно, страшно, да. Все, я даже сейчас вспоминаю, как бы не по себе. Оказалось, что у товарища случился эпилептический припадок, и это был бы последний день его жизни, если бы наш герой вовремя не среагировал. За проявленную доблесть и быструю реакцию Антону присвоили звание старшего матроса. Облегчение. И страх все равно какой-то вот. Было вот те вот просто кадры, ну, просто вот, когда я это увидел. Как бы и облегчение, и я понимал то, что все было в жизни. Даже такое. Я даже сейчас, даже больше ничего не страшно. Вот я вот это увидел, я просто увидел смерть, не знаю. Вот я просто ему в глаза посмотрел, а там просто он меня не слышит, не понимает вообще. Спустя время Антон вспоминает время службы, теперь уже с улыбкой. Он понимает, сделал то, что должен был. Принял в той ситуации единственное верное решение, чем и спас жизнь человеку. И это дорогого стоит. Владислав Смотров, Виталий Моряков. Специально для Карибу. Виталий Моряков. Продолжение следует...